Добрый день! Сегодня у Гомеля проходит 13-й экономичный форум. Его первым реальным вынеком стало подписание 11 протоколов об намерах на агульную сумму у 300 миллионов долларов. С удельниками форума сустраился Олег Сентяров. За 13 годов Гомельский экономичный форум прошел шлях от невеликого регионального мероприемства до головного делового схода по днюго-усходной в области Беларуси, все у нее не только открывает новые максимумы для инвесторов, но и позволяет интегрировать Гомельщину в соответственную экономику. Италия работает, работает на бывшем постсоветском пространстве, на европейском регионе, в различных государствах. Но мы, говорит, видим с учетом последних событий, что здесь возможностей и ресурсов считаем гораздо больше. Сверху денег у 13-го Гомельского экономичного форума представленники России, Украины, Словакии, Италии, Австрии, Ирланды и Хорваты, террор стратегичных партнеров, китайские компании. Опущенный час нашей краины повеличивает масштабы супрацовництво и Гомельская область не выключением. Далегация Зянсурской корпорации в этой дни знакомится с перепроцовщими предприемствами региона. В первую очередь их цикавить поставки яловичины, а это только початок реализации великих планов. Для нас не только закупка замороженной ковядины, но главная цель – это создать совместные предприятия или другие инвестиции в Гомельской области. Сегодня-то удельникам форума пропоновали больше 150 инвестпроектов. При этом организаторы подкресливают, якось к этому проекту постоянно повышается, что в свою чергу дозволяя выкористовывать инвестиции больше эффективно, открывать новые вытворческие, створать працованные места. До речи, зараз на территории Гомельской области працуются больше 300 предприемств за межным капиталом. И такая лишьба за последние 5 годов в экономику региона притягнута свыше 5 миллиардов долларов. После 13-го экономичного форума эта лишьба повеличится. В последние годы Гомельский экономичный форум возначается своей масштабностью, но сегодня он стал самым великим за всю историю его проведения. 29 крейт и больше 600 денег, причем это не гости, а потенциально деловые партнеры. Бодай, головная подея на пленарном посаджении подписание протоколов об реализации 11 инвест-проектов, террот запланованного, бедовництва Щебневого завода у Леческем районе, фотоэлектричной станции на Наравлянщине, вытворческие вискозного волокна у Святогорску, шмат функционального логистично-делового центра у Леческем районе и навыд сучасные залы чеканью с наявностью системы электронной чарги для транспортных сродков на одном из пограничных пунктов пропуску. Огольный кошт полонуемых инвестиций 300 миллионов долларов. Это самый высокий показатель или результат, который мы имеем на протяжении 13 лет. И приятно отметить еще раз, что с каждым годом количество и сумма растет. Поэтому мы видим, что этот форум приносит реальные дивиденды для развития экономики Гомельской области. Сегодня протягивает свою работу 17-я международная выстава «Вясна у Гомель» – одно из самых значных и масштабных экономичных мероприемств у областного центра. Все лето и она разместилась укрытым катку на Рыжеском проспекте и заняла довольно значные площадки вокруг его. Цикавость до выставы выказали 20 делегаций из 12 краин света. Продукцию проставили больше 300 удельников. На стендах практически все. Продукция хорошей промысловости в удовництво, послуги туризму и отпочинку. А кроме того, Вясна у Гомеля заявляется доброй мощностью простонникам бизнесу, показать обязанности альшинных и изнамеженных деловых партнеров. Приятно снова быть членом этой выставки, членом экономического форума. Каждый ищет каких-то новых поставщиков, в том числе и мы. Пытаемся развиваться, выходить за пределы Гомельской области, не только поставлять продукцию на территории города Гомеля и областных студентов. Хотелись бы заключить договора с поставщиками других областей, ну и само собой экспортные договора на поставку продукции в Российскую Федерацию, Казахстан, либо в дальние зарубежья. Субботние телефоны линий мясовых органов УЛАДы протягивают свою работу. 21 мая свои пытания можно будет задать старшине областного совета депутата Олегу Леонидовичу Борисенко. Промоя линия будет працовать с 9 до 12 годин. Номер телефона 75 12 37. Так само весь размову с грамадянами будет старшиня Гомельского городского совета депутатов Иван Афанасьевич Бородинчик. Звернуться можно по номеру 75 19 84. Республиканская информационно-аддукационная акция «Беларусь супрать Тытыню» проходит на Гомельшине. Ей головная мета повышения досвеченности насильства про уплыв с поживания тытыневых выработ на здоровье. Способы ее реализации специалисты обмерковали за круглым столом. Курэнне застается проблемой актуальной во всем свете. По дадзенных Сусветной Организацией Аховы Здоровья в 20-м ста годзе по прышине курэнне загинули 100 миллионов человек. Коли тенденция не изменится, то в ближайшие 100 годов лишь бы может перевысить миллиард. Тытыневая эпидемия что год уносит жити 6 миллионов человек. И что важно 10-я шастка з их пассивные курыльщики. По дадзенных республиканского доследования у нашей краине курать 28% насильництва во взросле от 16-ти годов. До 31-го мая в рамках информационной акции Беларусь Супротс Тытыню медики и психологи будут проводить телефонные консультации по пытаниях лишения никотиновой залежности. Звернуться можно по уторгах и шатвергах по номерах которые вы сейчас башите на своих экранах. С одной стороны кажется это очень просто бросить курить. Вот прекратил и все, выкинул пачку сигарет и забыл. Но так как это самая настоящая еще раз подчеркну зависимость своеобразная такая наркомания некоторым людям это очень сложно сделать. Результаты конечно есть положительные. Особенность в том что если человек уже бросил курить главное к этому не возвращаться. Одна единственная сигарета может вернуть человека опять в эту западню в эту настоящую зависимость. Моцный ветер и дождь. На двор есть у ней не радует гамельчан. Разгул стихии нанес шкоду. На шасси обошлось без потерпелых. Ветер порыва якого досягали 20 метров за секунду повалил областным центром неколький дрыл. Пошкоджены три автомобили. Коммунальники ликвидовали наступство непогоды и вызвалили транспортные сродки. Супрационники МНС просят гамельчан не покидать автомобили калядрыл. По информации областного гидромедцентра завтра на двор пошли наладживаться. Ветер стихнет. Максим и короткорчасовые дожжи. У Нашипа в области шакается до 10 градусов тепла. У день до 20. У недели будет переважно без опадков. Температура поветра у день складе до плюс 23. У понеделок до 25 градусов тепла. Умовы на двор унесли коррективы под рыхтов культурной акции нож музея у Гомельским палацово-парковом ансамбле. Организаторам довелось оперонести в уличную программу «Стены палаца». Однако, по их словах, меньше текавая она от этого не станет. На пошатку акции застается некольких годин. Дверы палаца отшинятся для наведовольников, а 19-й године заденешены будут усе девушие залы. А кроме того, специально для ножа музея подрыхтованы особные экспозиции. Тут гости мероприемства доведуются как посеборовать с домовым, выратоваться от лешего и застаться живым после встречи с русалкой. А прощатого той, кто с долей пройти по лабиринте, отримая послание с предсказанием будущего осторожитных богов. С 19-й годин пошнется баль кветок и светловое шоу в колонной зале. А полове десятых годины запланованы подшаток оригинальной концертной программы. Это и мифология древних греков и римлян. Это и кабинет алхимика, и легенды о короле Артуре, и игра престолов. То есть это огромный пласт культуры, который мы попытались изобразить музейными средствами, показать через экспонаты. Название «Фантастическая ночь» говорит о том, что всех, кто решит сегодня прийти в музей после 19.00, ожидают очень много сюрпризов. Все лето исполняется 75 годов с дня наражения народного артиста СССР и Беларуси у Владимира Мулявина. С этой нагоды по городах краины пройдет масштабный гастрольный тур Национального академичного драматичного театра «Имя Горкага» со спектаклем «Песняр». Пришим старт гастрольной эстафеты пошнется Миновита с Гомеля. Спектакль был поставлен в 2013-м. Некольки годов он с поспехом и шоу «Минску». Гомельскому глядашу ягу представить у першыню. Спектакль расповедая про опошние хвилины життя Владимира Мулявина. Он поставлен на основе пьесы молодого драматурга Василя Дранько Майсюка, який створал ее на протягу целого года. Выник працы гомельских глядаш убачить 1-го червеня. На сцену выйдет практически вся трупа театра, в складе якой и заслуженные артысты Беларуси Ганна Маланкина, Андрей Душашкин, Сергей Чакерас. При этом можно будет не только убачить близкую гульню выбитных актеров, але и пашуть песни Мулявина в живом выконании. Я считаю, что мы принесем очень большую пользу. Во-первых, нам, то, что мы еще раз актеры, режиссеры постановочной группы получат удовольствие от того, что мы сыграем этот спектакль и люди, которые посмотрят и поверьте, что равнодушных людей не останется. И даже актеры заметили, что во время того, когда идет спектакль, не раздается ни одного телефонного звонка мобильного. Это говорит об очень много. На этом выпуске завершено. Студея працавала Маргарита Шибукова. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин